Жалоб нет, мой ребёнок здоров, так нередко отвечают родители на приёме у врача. Но если провести развернутое исследование, у некоторых детей нередко выявляются начальные признаки неврологических заболеваний, на которые родители часто не обращают должного внимания. Это неусидчивость, отсутствие концентрации, нарушение походки или осанки, проблемы речи, нарушение сна и бодрствования. Чаще всего они указывают на различные степени поражения центральной нервной системы, которые могут проявляться в более поздние периоды развития ребёнка. Чтобы этого избежать, родители должны задуматься о здоровье ребёнка, когда он ещё не появился на свет. Профилактику неврологических заболеваний необходимо начинать ещё до родов. Когда родители, желающие, чтобы их ребёнок был здоров, думают, как им правильно питаться, как не употреблять алкоголь, сигареты, другие вещества, уже это тоже очень важно. Потом, наверное, профилактикой заболеваний является и уже сейчас в современном мире, когда очень много появляется различных задержек психоречивого развития, которых не было такого количества раньше, это нежные и любящие отношения родителей с самых первых дней жизни. Если всё-таки у ребёнка наблюдается неврологическое заболевание, то необходимо своевременно обратиться к врачу для оказания медицинской помощи, а далее соблюдать простые, но очень важные правила, которые помогут сохранить здоровье. Необходимо формирование правильного образа жизни, режима дня, достаточная физическая нагрузка, чем страдают сейчас дети без нагрузки. Безусловно, это любящее отношение в семье, безусловно, и уменьшение количества гаджетов у детей. В случае, если объёмные обследования не выявляют патологии при наличии систематических жалоб у ребёнка, скорее всего, проблема носит психологический характер. В первую очередь мы обследуемся и исключаем патологию физиологическую, медицинскую, а затем уже можно обращаться к специалисту психологического профиля. Психолог может служить верным помощником родителю для того, чтобы попробовать, а вдруг, если мы будем соблюдать те рекомендации, которые будут проявляться в работе с ребёнком, а вдруг что-то изменится. То есть мы, когда работаем в тандеме с родителями, мы всегда экспериментируем, можно так сказать. А может быть изменится что-то, и многие родители возвращаются к тому, что вот боли в животе прошли, но в голове, например, начались другие, да, там голова стала побаливать. Такое тоже бывает. Но чаще всего это такое, знаете, наблюдение в динамике работы. Это не работа там двух дней, когда психологу, так же, как врачу привели ребёнка, там назначили таблеточки и ушли. Это рекомендация полученная и домашнее выполнение. Работа психолога состоит в том, чтобы подсказать верное направление. Самое важное – это то, как и в каком объёме выполняются данные рекомендации. А в этом вопросе всё зависит от желания и усердия родителей.